Друзья, здравствуйте! Я долго думала о том, как мне записать видео относительно благоденствия. У нас сейчас новолетие, которое состоится 21 июня, и новолетие совпадает с благоденствием Богини Прави. Конечно, грядущий год, который всегда у нас начинается с наивысшей точки солнцестояния в году, это с 21 июня, сбываются самые невероятные случаи, невероятные желания, самое доброе, светлое всегда приходит на эту планету. Так вот, для того, чтобы всё случилось, мы праздновали 21 июня Новый Год, это современная терминология, ну и, конечно же, само благоденствие Богини Прави. Я долго думала о том, как мне правильно рассказать, потому что ритуалы их обычно показывают, их не рассказывают. Ну, то есть это нонсенс говорить о чём-то таком, что нужно реально прям вот вводить в курс дела, акцентировать ваше внимание, ну и, соответственно, вы бы знали, что такое новолетие, что такое благоденство Богини Прави. Так вот, если мы говорим о новолетии, то всегда у нас было три ритуальные части. Мы благодарили Бога, который главенствует в нас в уходящем году, в данном случае это Бог Перу. Мы встречали новолетие и праздновали, соответственно, восхваляли Богиню Прави. И потом мы восхваляли и благодарили Бога, который приходил в Новом Году и покровительствовал всему году. Это Богиня Магощ в данном случае. То есть у нас три ритуальные части. Конечно же, они монолитом идут, это понятное дело. Но, так скажем, для понимания, это не просто вот встали вокруг ёлочки, как сейчас, и ходят. Нет, это действительно хороводы. Мы берёмся за руки. Берёмся за руки и начинаем водить хороводы. Первая часть всегда в каждой из этих трёх ритуальных частей – это вызов Бога. Так называемая Маха Минтра. Соответственно, когда мы вызываем Бога, мы произносим и сакральные звуки, и приветствие Бога, так называемую функцию. Мы проговариваем пожелания. И всё это повторяется 108 раз. То есть я приведу несколько строк, и вы уже поймёте, о чём речь. Вот у нас есть священный слог ОМ, да, и священный слог КА, МА, ПА, БА, ДА. Это всё священные слоги. С них начинается фраза любой строчки Маха Минтра. Ну, например, знаменитый звук ОМ, да, слог ОМ. ОМ, в данном случае у нас правь, да, это её благоденствие. ОМ, ПРАВИ, МИНТРУ, функция СВЕРШЕНИЙ ИРЦЕН. Это точка при коллективном праздновании. Если мы быстро произнесём, то будет звучать следующим образом. ОМ, ПРАВИ, МИНТРУ, СВЕРШЕНИЙ ИРЦЕН. Это то, что касается прави. Это основное, потому что у нас благоденствие. Это 21 июня, и оно же новолетие, именно богини прави. Перед правью мы благодарим бога Перуна. То есть будет уже звучать одна из строчек. ОМ, ПРАВИ, МИНТРУ, правильность РЦЕН. Технику слова Махаминтры я приведу под этим видео. Вы будете знать эту технику. То есть вы ставите в пропуске имя бога. Сначала мы приветствуем Перуна и проводим всю ритуальную часть для него, начиная с Махаминтры. Потом правь, а потом, соответственно, магощ. Потому что она как раз будет в новом году покровительствовать всему году. И всем людям нам, соответственно. То есть текст Махаминтры, он будет приведен. После Махаминтры у нас идут славы. То есть мы читаем старую славу богине, богу Перуну, да, если мы говорим о его ритуальной части. Потом каноническую, новоканоническую. Потом, например, богу текущего периода. Ну и так далее. То есть у нас идут славы одна за другой. То есть можно самосочиненные. Можно, например, вот как у нас подряд, слава предками героев. Потом, например, моля богим немагущий. Потом слава Господу ура. Потом треба Господу ура. То есть у нас за славами после Перуна идут уже некий список. Я понимаю, что вам сложно это воспринять. Что хороводная часть – это не танцы, песни, пляски. Это водоворот, в который вкручивается мировой эфир и создает солитоны. Солитоны – это круговые волны, которые живут вечно. Вот что мы в солитоны заложим с эмоциональной точки зрения и с точки зрения словесной, да, то и будет работать. То есть когда мы проговариваем Махамитру, текст опять же, я дам. Мы сначала произносим, например, Махамитру по богу Перуну. Потом мы проговариваем, соответственно, ему славы, можно самосочиненные. Потом, соответственно, мы проговариваем тоже можно самосочиненную славу предкам и героям, молю богине магаще, требу Господу ура и так далее. То есть может быть что-то еще свое. И точно так же по списку у нас дальше идет правь с ее славами. Дальше слава предкам и героям повторяется. Та же самая моля богине магаще, слава Господу ура, треба Господу ура. И точно так же следом мы, начиная с Махамитры, вызываем. Мы Махамитры вызываем Бога. Мы призываем его здесь сейчас и славим. Смысл в том вызвать Бога и попрошайничать у нас нет. Мы наоборот славим, бесконечно славим. Конечно, руки чешутся, полный перечень со словами и со всем, что только можно привести здесь. Я просто не знаю, как вы это будете воплощать, потому что это все равно, что объяснить ребенку, который будет первый раз делать что-то, как это сделать. Причем сделать так, чтобы все получилось. Это сложновато. Это правда сложновато. Но суть новолетия, даже если вы ничего этого не умеете, когда вы свое дерево красивое, которое у вас есть во дворе, украшаете съестными яблочками, фруктами, виноградиком, домашними конфетками, которые вы сами сделали, ручками своими, сладостями. Собираетесь со своими близкими и радеете, радеете по благим совершениям, по богине праве. Это уже даже будет засчитываться, как великое благо для вселенной. Потому что я понимаю, что нужно очень подробно это все объяснять. Прямо брать и по списку рассказывать, что такое Махамедра, какие должны быть славы, какие должны быть моли, как мы должны ходить в хороводах. Потому что это целая ритуальная часть. Но объяснить словами сложновато. Это не то, что невозможно, но это сложновато. Конечно, на своих курсах, например, древнеправославная свадьба или, например, древнеправославное строительство. Я элементы все эти даю. Особенно древнеправославная свадьба. И там действительно во время древнеправославной свадьбы снисходит благодать от богов. И заключается на самом деле союз, который нерушим. Но все равно это нужно объяснять в курсе. Но у нас несколько дней осталось. В любом случае, во мне тлеет надежда, что все будет хорошо. Я текст, может быть, картинками, может быть, документом приложу как раз вот к этому видео. И, может быть, у вас действительно получится все гармонично сделать. Но в любом случае, красота хороводов, пир, который у нас проводится, красота самого ритуала, она не передается словами. Она действительно должна быть вами прочувствована. Я вас благодарю, что вы задаете такие вопросы. Но в любом случае, я надеюсь, что данное видео, ну, хотя бы чуть-чуть вас приблизило к тонкости всего, что происходит на древнеправославном новолетии или новом году, да, как говорится. И вы уже сможете где-то самостоятельно, где-то под руководством людей, которые более или менее в этом что-то понимают, провести свое новолетие. Но даже если вы будете просто родить, просто рядом на природе с близкими находиться, это уже будет благодать. Я вас благодарю. Пусть у вас все ладится и получается. Всего доброго.